Украинская разведка Ровно через 10 месяцев после удара оккупантов по Каховской ГЭС России прилетел бумеранг. Орск уходит под воду из-за прорыва дамбы. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо, но ничего, Сань, не сделаешь. Гагаузия может отделиться. Глава автономии Евгения Гуцул после объятий с Путиным угрожает Молдове созданием республики. Привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Принудительная эвакуация детей началась в Сумской области. Из 52 населенных пунктов должны вывести 297 детей. Решение было принято из-за ситуации в регионе. Окупанты продолжают обстреливать приграничную область, в том числе авиабомбами. Непростая ситуация и в Запорожье. Российская армия постоянно обстреливает город. Украинские власти говорят, что кремлевские военные изменили тактику и бьют по одному и тому же месту несколько раз. Повторная атака приходится по спасателям, медикам и полиции. В пятницу под такой обстрел попали еще и журналисты. В ночь на 6 апреля оккупанты запустили по Украине 32 дрона типа шахет и ракеты. Большую часть удалось сбить. Однако есть прилеты. Вновь досталось Харькову. Погибло 6 человек. При этом в городе остается более миллиона жителей, несмотря на эти обстрелы и перебои с электричеством. Мы имеем очень серьезные руйнации. Очень много людей и раненых, и, на жаль, погибли. Все раненые люди находятся в лекарях. Как работают с ними лекари, у кого есть тяжкий состояние, и это действительно так, у кого это средний состояние, но все они перебывают у лекарств. Действительно, ситуация очень важная. Это обладание, которое необходимо, его нужно приготовить, и певные строки есть. Украину не пригласят присоединиться к НАТО на юбилейном июльском саммите в Вашингтоне. Они категорически против этого приглашения США и Германия. В планах этих стран даже снять такой вопрос с повестки дня. Берлин и Вашингтон не желают видеть Киев в качестве нового члена Альянса, так как вступление Украины в НАТО заставило бы другие страны-члены начать воевать с Россией. Информацию издания New York Times подтвердили и в Киеве. В правительстве говорят, что именно Германия и Соединенные Штаты отвергают формат приглашения, который бы стал юридической гарантией того, что в будущем Украину таки возьмут в НАТО. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, как Венгрия и Словакия. Но ключевой является позиция именно этих двух стран. Само приглашение требует консенсуса, но и отказ от приглашения требует консенсуса. И это означает, что те союзники, которые выступают за территориальную целостность Украины, которая поддерживает Украину, должны требовать приглашения. Приглашение является той гарантией, что Украина сохранится как государство. Российский Орск уходит под воду. Вечером в пятницу там произошел прорыв дамбы на реке Урал. Причиной местные власти называют рекордный сброс воды из водохранилища. После этого началась эвакуация. Водой смыло и все победные речи и обещания российских чиновников. Они говорили, что дамба, которую построили лишь в 2014 году, должна выдержать небывалую нагрузку. Но дала трещину. Удивительно, но об украинском следе в этом Орском событии пока ни слова. В Орске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Режим ЧС вводится прежде всего для защиты жизни и здоровья Арчан от последствий подъема уровня воды в реках Урал, Елшанка и Орь. В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты. На готове спецтехника и транспорт для перевозки людей. Судя по прогнозам местных специалистов, вода уйдет теперь не раньше, чем через полторы недели. На момент записи выпуска было известно о подтоплениях практически трех тысяч домов в Оренбургской области, 600 жилых домов в самом Орске. Вода вплотную уже подходила к многоэтажкам. Ее уровень в реке Урал достиг практически 10 метров. Известно о как минимум трех погибших. Кстати, ровно 10 месяцев назад, утром 6 июня, россияне ударили по Каховской ГЭС. Полностью ее разрушили. Глава гагаузской автономии грозит Кишиневу отделением и созданием независимой республики. Евгения Гуцул, которая буквально месяц назад прижималась к Путину и просила его о защите, находясь в Москве, сделала ряд сепаратистских высказываний. Так отреагировала на слова премьера Румынии Марчелла Чалаку, который высказал свои надежды на возможное объединение и союз его страны с Молдовой. Чалаку заявил, что это лишь его точка зрения и никто не может запретить ему думать об этом. Румынский премьер не призывал к действию, не называл никаких сроков, просто высказал такое мнение в интервью одного из телеканалов. Гуцул же, вероятно вдохновленная рукопожатием Путина, говорит, что устроит бунт на корабле, если Молдова решится на союз с Румынией. Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года наши люди дали четкий и ясный ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Норвегия готовится к потенциальной войне. В ближайшие 12 лет расходы на оборону увеличат на 600 миллиардов крон, это 52 миллиарда евро. Уже к 2036 году оборонный бюджет страны будет в два раза больше, чем есть сейчас. Осло планирует обновить вооруженные силы, хотят купить не менее пяти новых фрегатов и такое же количество подводных лодок. Кроме того, в стране появится система ПВО дальнего радиуса действия, новые беспилотники, спутники для наблюдения и увеличится число призывников. Добровольная служба в армии может стать обязательной. Нам нужна защита, адаптированная к текущей ситуации и картине угроз. Этот план является историческим стимулом для норвежских вооруженных сил и предусматривает значительное усиление всех видов обороны. Мы наблюдаем долговременное ухудшение ситуации с безопасностью в нашей части мира. У нас также есть серьезные потребности и значительные недостатки в обороне здесь, дома. Нам нужна оборона, адаптированная к нашему времени и нашим вызовам. Нью-Йорк потрясло в прямом и переносном значении. В соседнем штате произошло сильнейшее землетрясение за последние 40 лет, а после и серия авторшоков. Максимальная магнитуда, которую зафиксировали в Нью-Джерси, которая доносилась до Нью-Йорка, составила 4,8. Подземные толчки почувствовали на себе в том числе участники заседания Совбеза ООН. Оценка ущерба проводится по всему округу. И мы начинаем получать сообщения о структурных проблемах в частном секторе. Сейчас на сайте округа мы собираем данные именно от жителей, чтобы понять, с чем имеем дело, каковы последствия этого землетрясения. В целом же землетрясение в этом регионе – редкость. Ученые говорят, мегаполисам повезло, что подземные толчки, которые хоть и были ощутимыми, но не стали при этом разрушительными. Магнитуды не хватило, чтобы повалить здание. Хотя такой вариант вполне возможен, если потрясет так, как, например, на этой неделе на Тайване. Знаете, землетрясение магнитудой 7 или, например, такой же силы, как на Тайване, было бы крайне опасным для того же Нью-Йорка. Многие города в восточном побережье очень старые. Вы знаете, это были первые районы, которые были заселены. Там очень много старой инфраструктуры, много старых исторических зданий и других конструкций, которые не были построены по тем же технологиям, правилам, которые существуют уже сейчас. Я говорю о сейсмоустойчивости новых строений. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в Телеграм-каналах или на платформе Икс. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок